Всем привет! Приглашаю вас на мото прогулку по Батумскому бульвару. Всем приятного просмотра! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Но сначала минутка морского релакса. Кто не хочет смотреть на море, можете по тайм-коду перейти сразу на следующий сюжет. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас вот на таком мотороллере мы проедем от Магнолии до аэропорта. 30 минут стоит в этом году, так же как и в прошлом, 20 лари. В сторону мор-вокзала ехать запрещено. Но что можно успеть за полчаса? За полчаса можно как раз доехать от Магнолии до аэропорта и вернуться обратно. То есть 15 минут в одну сторону, 15 минут в другую сторону. Но можно где-нибудь встать еще там на пару минут и все, и время заканчивается. Мы проезжаем озеро Ордогани и перед нами комплекс гостиниц апартаментов Орби. И справа на экране вы можете увидеть кадры, как выглядели они в прошлом году. Мне кажется, что с каждым годом скорость их строительства замедляется. На озере Ордогани есть ресторан на воде Сансет, также ресторан домашней кухни Украиночка. И справа еще другие рестораны. А сейчас слева мы будем проезжать ресторан Ачарули Сахли Аджарский дом. Это ресторан грузинской кухни, очень такой приятный. И там во дворе ресторана выставлены макеты домиков с разных регионов Грузии. Можно просто походить и бесплатно на все это посмотреть. А сейчас мы проехали башню Тауэр, войти на который можно из ресторана, который был слева. Вход туда бесплатный и открываются очень красивые виды. Оставлю ссылку в описании, где в прошлом году я снимала вечером вид на Батуми оттуда. В этом году я уже туда не пошла. Так что можете посмотреть. И вообще у меня на канале есть плейлист Батуми, где собраны очень много видео из Батуми. Как быстро мы все проезжаем. Хотя на этом мотороллере стоит блокировка скорости 40 км в час. А максимум на спидометре написано 90 км в час. Конечно, мне не представить, как можно развить скорость на этом мотороллере 90 км в час. Потому что даже при 40 км все там трясется. Ты трясешься, хотя едешь по ровной дороге. В этом году вообще, когда мы катались, был очень сильный ветер. Там дальше будет кадр, как у меня волосы в разные стороны болтались на ветру. Я не ожидала, что такая погода, потому что вроде ветра особо в городе и не было. Но, как обычно, выходишь к морю и дует ветер. А мы сейчас поравнялись с аквапарком Батумским, который был открыт в 2008 году. Но в последний год, да и я ни разу не видела, чтобы кто-то скатывался в аквапарке с этих горок. У бассейнов еще люди есть, бывают. Но никогда не видела, что кто-то бы катался на горках. Посмотрим немного в сторону моря. Сегодня достаточно пасмурный день. Утром мы ходили на пляж, но после обеда погода стала вот такой. И вот посмотрите, при каком ветре мне приходилось снимать. Заколки у меня не было, но я никогда и не закалываю волосы. Даже какая бы жара не была на улице. В Батуме строительство идет какими-то огромными темпами. В Батуме город развивается и растет, как грибы после дождя. Дома растут, туристов с каждым годом становится все больше и больше. Но знаете, что мне лично не хватает в Батуме? Это отсутствие простых столовых с простой едой. Достаточно, чтобы это было дешево. А главное, чтобы это было готово. Ты пришел, взял, что тебе хочется и быстро поел. А не ждешь каждый раз, как в ресторане, когда тебе что-то принесут, приготовят. Во-первых, это и очень дорого, а во-вторых, это очень удобно. Как-то заглядывала в одну такую типа столовую, но больше это тоже было похоже на кафе, который есть в Магнолии на первом этаже. Но цены там средние, не сказать, что низкие, но не сказать, что совсем высокие. Это лучше купить готовую еду в Гудвилле. А мы тем временем проезжаем мимо нового бульвара или парка Леха и Марии Качинских. В этом месте открыли новый скейт-парк. Я его снимала, но он у меня будет в следующих видео. И снимала я его вечером. Кстати, шорт на канале такой есть. Теперь давайте поговорим, что не хватает на бульваре. Как вы думаете, наверное, догадались все, кто отдыхает в Батуми или отдыхал в Батуми. На бульваре не хватает туалетов, то есть они здесь полностью отсутствуют. Есть один туалет на старом бульваре, недалеко от гостиницы Шератон, но он находится внутри на бульваре, то есть туда нужно идти. И был еще один туалет в прошлом году, вот как раз в конце парка Леха и Марии Качинских, но в этом году он был закрыт. А мы проезжаем мимо достаточно нового гостиничного комплекса Батуми Уиу Лакшери. Переводится как роскошный вид на Батуми или батумский роскошный вид. И примыкает этот гостиничный комплекс прямо к Батумскому бульвару, как вы можете видеть. А сейчас обратите внимание на небо, на посадку идет маленький пассажирский самолет, думаю, внутренних авиалиний. Посмотрите, какие красивые вышки спасателей красуются на пляже, прямо как в фильме «Спасатели Малибу». А мы уже подъезжаем к зоне аэропорта и как раз в этом месте нужно разворачиваться и ехать в обратном направлении. Сейчас я нахожусь на месте, где снимают приземление самолетов в Батумский аэропорт. Но расписание не знаю, хотя люди вот стоят. Может быть и будет самолет, погода с ним испортилась. Нашли тучи. И вот аэропорт сзади меня. Один раз я приезжала сюда снимать посадку самолета, но по расписанию был прилет, а оказался вылет самолета. Тоже интересно, но это не то. Это все смотрится не так, как самолет с моря идет на посадку. Но, конечно, немного страшновато. И сейчас таких видео становится больше и больше. И поэтому я перестала гоняться за таким контентом. В настоящее время длина Батумского бульвара от начала до конца составляет 7 километров. Внешний вид бульвара меняется уже на протяжении более 100 лет. Известный французский садовод-декоратор Михаил Дальфонс в 1884 году начал проект строительства бульвара. И памятник этому садоводу стоит в начале Батумского бульвара. С тех пор Батумский бульвар постоянно дорабатывается, видоизменяется. А за последние почти два десятилетия Батумский бульвар изменился до неузнаваемости. Была построена его новая часть. И параллельно ей воздвигаются новые жилые комплексы, новые гостиничные комплексы, торговые центры, новая инфраструктура. А мы опять проезжаем мимо нового бульвара, или как он теперь называется, парк Лехой Марии Качинских. Этот новый бульвар был сделан в конце нулевых, начале десятых годов. И работали над этим проектом испанские архитекторы. Посетила я это место впервые в 2010 году. Здесь были очень маленькие деревья, маленькие посадки. И, конечно, напротив, не было ни одного дома, который вы сейчас видите. Но за это время уже вот так выросли деревья. И даже по сравнению с прошлым и позапрошлым годом, я заметила, что теперь эти красивые новые здания почти уже становятся не видно. В одном из видео прошлых лет я вставляла кадры с этого бульвара 2010 года. Поищу в своих видео и ссылку оставлю в описании. Кому интересно, можете посмотреть. Но сейчас, конечно, нас удивляет каждый год вновь выросшие здания, которые, например, в том году был только каркас, а сейчас уже делается остекленение. И внешний вид, конечно, сразу же меняется. Но, как я вам уже говорила, меня приводит в восторг именно новые здания. Я люблю все новое, современное и прогресс. Хочу поделиться своим опытом, как правильно нужно брать эти мотороллеры в прокат, потому что несколько раз случались недопонимания с арендодателями этих мотороллеров. Во-первых, нужно обязательно смотреть, чтобы они записали, именно записали точное время, когда вы поехали кататься. Иначе потом вы катались полчаса, приезжайте, а вам утверждают, что вы катались час и заплатите еще точно такую же сумму. На минутку отвлекусь, чтобы обратить ваше внимание на небо, где будет пролетать очень много птиц. Это, видимо, перед грозой, перед плохой погодой. Вечером была сильная гроза. Другой случай был именно в этом году, когда не дали сразу сдачу. А история такая, проезд стоит 20 ларей, я даю 100. Женщина говорит, что у нее нет сдачи, есть только 50 ларей, а 30 я отдам вам, потом разменяю. Я говорю, давайте сейчас. Нет, зачем тратить время, вы поезжайте, а я потом вам отдам. Я подумала, ну хорошо, посмотрим. И, конечно же, когда мы подъехали, говорим, что вы нам должны сдачу. Она сделала круглые глаза, очень удивилась, я должна вам еще сдачу. Ну, я уже таким тоном сказала, что вы нам должны. Но она говорит, ладно, должна. А сколько я вам должна? Ой, а почему я вам не дала? То есть, представляете, прошло всего полчаса, и она стала играть вот такой спектакль. Но, в конце концов, ладно, она хоть отдала эту сдачу. Вывод, сдачу нужно брать сразу, как говорится, не отходя от кассы. И все это оставляет очень неприятный отпечаток. Когда едешь в обратном направлении, то все видится немного по-другому. И сейчас мы проезжали, как я считаю, и перед нами был один из самых красивых видов на бульваре. И еще один совет. Нужно хотя бы визуально осматривать это так называемое транспортное средство. Иначе потом тоже бывают претензии, что вы отломили ручку, что вы там что-то сломали. Хотя все было, как вот нам дали. То есть, такие истории тоже случались. Справа сейчас ресторан Акрополи. В нем я ни разу не была, поэтому ничего сказать не могу. А кто бывал в этом ресторане, то напишите свои впечатления в комментариях, как вам понравилось это место. А мы опять уже приближаемся к озеру Ордогани. Каждый вечер на этом озере проходит шоу танцующих фонтанов. И очень много людей приходит посмотреть на это представление, полюбоваться фонтанами, послушать музыку. И посмотреть на красивейший город напротив, который весь в подсветке, в огнях и смотрится нереально красиво. Но вечерний город мы посмотрим в одном из моих следующих видео. А видео об Аллее Героев уже есть на моем канале. Ссылка будет в описании. Итак, моя мото-прогулка подходит к концу. Мы как раз уложились ровно в полчаса. Кстати, я видела в этом году, что предлагались услуги такси на этих мотороллерах по бульвару. Ну, конечно, мне кажется, это очень удобная услуга, если не хочешь идти пешком. И еще несколько секунд ночного в Батуми. Это я снимала рядом с Батумским драматическим театром. Думала, что еще окажусь раз в этом месте. Но туда я больше не попала в этом году. Поэтому сделала вот такое видео из вертикального в горизонтальный. И мое видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь видео с друзьями. До новых встреч в новых видео!